Конкурс красоты, грации и творчества. В столице Чувашии проходит межрегиональный фестиваль Татьяна Поволжья, 15-й по счету. Конкурсантки усиленно репетируют, ведь уже завтра финал, где Татьяны должны будут показать себя во всей красе. Как девушки намерены добиваться победы, на генеральной репетиции побывал Рифат Фадкулин. В своих регионах эти Татьяны считаются самыми остроумными, талантливыми и, конечно же, красивыми. Их выбрали из множества других студенток с таким же именем. Сейчас участницы активно готовятся к фестивалю. Градус напряжения и волнения с каждым часом растет. Я надеюсь, возьму обаяние. Постараюсь все, что я подготовила, выполнить с наибольшей силой, проявить себя по полной программе. Ты гордишься своим именем? Да, очень горжусь. Во-первых, потому что меня назвали в честь бабушки, она тоже пела так же, как и я. И мне очень нравится это имя. Нашу республику представляют сразу две девушки. Одна из них – студентка ЧГУ Татьяна Соколова. Удивлять зрителей и покорять жюри, она намерена танцем о любви под названием «Амазонки». Ответственность большая. Представить Чувашию, но и про себя не забыть. Танец зависит не только от меня, но и от моей команды. Команду нужно собрать. Нужно сделать костюмы. Вот, допустим, это как бы верхняя одежда у амазонок, но она, конечно, здесь не вся. На концерте увидите. Все сделано как бы собственными руками, потому что нигде в Чебоксарах еще таких образов нет. Нужно было все придумать, эскизы нарисовать. Несмотря на общее имя, все Татьяны очень разные. И дело даже не в стандартах красоты. Какая девушка не хочет примерить на себя корону? Ну, я думаю, нет такой. С каждым годом конкурсов становится все больше. Но наш отличается тем, что это, еще раз повторюсь, не просто конкурс красоты, а в первую очередь таланта и способностей. Кто из девушек станет Татьяной по Волжье 2018, будет известно 25 января, в день российского студенчества. Победительница получит не только корону, но и право провести конкурс в следующем году в своей «Альма-матер». Рифат Фадкулин, Андрей Шоклев, Республика.